Добрый вечер, дорогие зрители! В эфире телеканала ТДК-42, программа «На чистоту». В студии для вас работает Марина Горбук. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня в студии у нас присутствует наш гость, генеральный директор ТОО Батасуарнасе Адумар Аркенов. И поговорим мы сегодня о проблемах водоснабжения. Анар Бакенович, добрый вечер. Добро пожаловать в нашу студию. Спасибо. Дорогие зрители, я сразу хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, поэтому вы в любой момент можете присоединиться к нашей беседе, задав интересующий вас вопрос, либо высказав свое предложение. Обратиться к нам можно, позвонив по номеру телефона 269077. Также действует номер WhatsApp 8701-212-4242. На этот номер вы также можете написать, либо позвонить. Мы ждем ваших звонков, присоединяйтесь к нашей беседе. Итак, обеспечением водой Западно-Казахстанской области ТОО Батасуарнасе занимается уже с 60-х годов прошлого столетия. За это время, естественно, коммуникации, вся инженерная система, она износилась и сегодня приходит в негодность. К сожалению, часто происходят аварии. Последняя авария у нас произошла на коллекторе в центре города. Это было буквально в минувшее воскресенье. Тогда на довольно-таки продолжительное количество часов, более 6 часов точно, жители города, практически весь город остался без воды, без водоснабжения. Я хочу, чтобы мы сейчас вспомнили этот момент и наша съемочная группа выезжала на эту точку, когда произошла в момент устранения аварии. Давайте посмотрим, как это было. Потом продолжим. Авария на канализационно-насосной станции произошла днем в минувшее воскресенье. Из-за порыва коллектора по городу прекратили подачу воды. Подача воды возобновилась утром 12 февраля, но впоследствии аварии устраняет до сих пор. Ремонт здесь не проводился с 60-х годов прошлого века. Канализационный коллектор, 1000 миллиметров, стальная труба, сварочные стыки сгнили. И вот сейчас всю ночь определяли место повреждения. К 3 часам нашли место повреждения, то есть локализовали, чтобы утечки не было. Воду сразу начали подавать. По-хорошему это надо было все делать еще лет 15 назад. Типа этой КНС уже проект прошел после экспертизы. Сейчас решается вопрос по финансированию. Аким ночью был, сейчас дал задание управления энергетикой, ЖКХ. Будет усиленно сейчас вывивать деньги на ремонт канализационной станции. Сегодня на реконструкцию только одной канализационно-насосной станции требуется порядка 3,5 миллиардов тенге. Средство выделяется из республиканского бюджета. Помимо КНС треснула еще одна труба, проходящая через реку Чиган. Специалисты заявили о том, что на протяжении нескольких десятков лет она не эксплуатируется. Порыв произошел из-за давления и случайного попадания туда воды. Выброс сточных вод может нарушить экосистему. Вот сейчас мы отвезем нашу испытательную лабораторию, которая прошла аккредитацию. И, значит, они сделают нам результаты анализов проб воды. Какие там есть ингредиенты, присутствие наших ингредиентов. И потом выдадут нам протокол испытаний. Также анализы взяли представители департамента экологии Западно-Казахстанской области. Департамент экологии сегодня выехал со специалистического аналитического лабораторного контроля для взятия проб воды в реке Чиган. Результаты будут дополнительно сообщены после анализа. Результаты проб воды будут известны через несколько дней. Тем временем общая изношенность системы водоснабжения и водоотведения превышает 60%. Поэтому повтор подобных аварий не исключают. Итак, напомним, без водоснабжения, без воды осталось порядка 55 тысяч абонентов. Анна Урбакенович, расскажите, пожалуйста, устранена ли полностью авария, то есть этот участок коллектора, да? На какой стадии сейчас работаем? На сегодняшний день, да, работы ремонтные по этому участку, где было повреждение, полностью завершены. В течение двух суток проводились сварочные работы. В принципе, все нормализовано, водоснабжение в городе работает все стабильно, канализационные насосные станции в частности. И эта насосная станция тоже свои функции нормально выполняет. Это временный пока ремонт? То есть еще капитальный ремонт будет проводиться на этом участке? Вот касательно именно этой насосной станции и напорных коллекторов, которые подключены к этой насосной станции. Сейчас, на сегодняшний день, проект по реконструкции прошел госэкспертизу. То есть все уже защитили мы его, определен объем инвестиций, который необходим для ремонта этой насосной станции. Сейчас Акимат города Уральск и Акимат области решают вопрос по финансированию. Вообще ранее вы предполагали, что такие аварии могут быть именно на этом участке? С учетом состояния сетей по городу, сами вот сейчас то, что сказали, свыше 60% износ инженерных сетей по зданиям, сооружениям, по оборудованию практически 90-95% составляет. По некоторым даже уже 100% износ. Конечно, надо понимать, что если сети и оборудование эксплуатируются там 66-го года, вот конкретно по этой насосной станции, то на сегодняшний день они уже свои нормативные сроки все уже отработали. Поэтому вопрос замены, он еще стоял, надо было по-хорошему это все решать лет 10-15 назад. Потому что по остальным, допустим, трубопроводам срок эксплуатации вообще нормативный 50 лет, насколько я знаю. Какой-то учет ведете вы? Определяете ли вообще опасные участки? Например, сколько их сейчас на сегодняшний день делать? Например, вот тут может рвануть труба и нужно будет делать обязательно. С учетом той ситуации, которая сейчас в городе сложилась, мы, к сожалению, проводить какие-то плановые работы просто возможности нет. Только вот когда аварийно возникают проблемы, там уже по мере необходимости принимаются определенные решения по замене. Предугадать очень тяжело, да, сейчас? Где может быть? Да. То есть это практически невозможно, где оно там, в каком месте оно рванет. Это надо планово выводить в ремонт и производить замену вот этих всех уже изношенных трубопроводов, изношенного оборудования. По самим зданиям тоже надо уже просто либо выводить на реконструкцию, либо строить новые насосные станции. Вот сейчас следующие проекты мы, в принципе, вот таким же образом будем делать. То есть старое насосное будет полностью демонтироваться и будет строиться новое насосное. Вот остановитесь, пожалуйста, поподробнее, да, получается, канализационно-насосные станции, да, у нас их несколько в городе. Все они в аварийном состоянии, правильно понимаю? Да. Скажите, пожалуйста, сколько требуется на их ремонт? На какой стадии вообще ремонт вы, видите, начали одну ремонтировать? Система водоотведения города Уральска, она состоит из 35 канализационных насосных станций. Из них порядка 7 насосных станций, как мы для себя их классифицируем, это основные насосные станции, то есть с производительностью больше 500 кубов в час. В прошлом году закончился ремонт КНС-19А, это расположено на объездной сторону Деркула, селекционного насосного насоса. Где-то 60-70 перекачивается точный ход города. И КНС номер 3. То есть сейчас они активно ведутся ремонтные работы. На сегодняшний день старые насосные станции уже полностью демонтированы. Произведены работы по очистке приемных камер. Поставлено оборудование полностью, 100% уже в наличии оно. Сейчас ведутся строительные работы. То есть заново заливается бетон. Сколько средств необходимо в целом на их ремонт, на канализационные насосные станции и на каждую из них? Конкретно по каждой насосной станции это определяется проектом смертной документации. Но в среднем по двум вот этим КНС-кам, которые сейчас в ремонте, от 2 до 3,5-4 миллиарда в тенге ремонт каждой насосной станции. Каждой, да? Да. Эти средства выделяются из республиканского бюджета? Основной объем финансирования это республиканский бюджет. Частично софинансирование идет с местного бюджета. Корректировка при этом плана происходит? Мы знаем, что вот одну КНС вы начали ремонтировать, хотели сделать капитальный ремонт, пришлось все здание сносить, да? Да, потому что сама конструкция канализационных насосных станций не позволяет детально спуститься вниз, в самое, где поступают сточные воды, определить степень износа металлоконструкции, бетонно-строительных конструкций. Поэтому вот по второй КНС, что вы говорите, после того, как мы полностью вывели в ремонт и была верхняя часть демонтирована, при обследовании даже визуально было видно, что все строительные конструкции уже все пришли в негодность. Металл весь из-за коррозии тоже пришел в негодность. Поэтому было принято решение полностью все демонтировать и новую строить. Получается, все они эксплуатировались с прошлого века, да? Это 60-е, 70-е годы постройки. Есть такие помельче насосные станции, которые в 80-е годы вводились в эксплуатацию, но в среднем все уже 50-60 лет отработали. Я знаю, что сейчас у вас идет нехватка средств, да, как вы заявляете, и вы пытаетесь решить эту проблему с помощью повышения тарифа. Вот недавно он был повышен, но почему-то сейчас очень много возмущений поступает со стороны жителей, да, о том, что тариф повышается, но тем не менее мы постоянно сталкиваемся с этими авариями, да? Скажите, пожалуйста, есть ли такой какой-то прогноз, когда будет виден какой-то результат? Касательно повышения тарифа немножко поправлю вас, наверное. Мы за счет тарифа не пытаемся как бы там решить свои проблемы. В прошлом году повышение тарифа, которое произошло с сентября месяца, с 15 сентября данным агентством по регулированию системы монополии, дало возможность повысить тариф, но надо понимать, что фактически по городу Уральск именно с 2016 года тариф не поднимался. Все изменения по тарифу, которые были, проводились, были только направлены в сторону уменьшения. Из-за неисполнения инвест-программы, из-за неисполнения ряда статей затрат, из-за этого вводился каждый год компенсирующий тариф. И он только снижался. Если в 2016 году тариф составлял 46 тенге за кубический метр, то в 2023 году на 1 января он составлял 32 тенге. Поэтому говорить о том, что мы за счет повышения тарифа решаем какие-то свои проблемы, не совсем правильно. Кроме того, в действующем утвержденном тарифе у нас на ремонты заложено всего порядка 350 миллионов тенге. То есть, понимали, это те средства, которые мы можем направлять на ремонтные работы. Сейчас вот самый такой специальный вопрос, думаю, подготовлен перед передачей. Нам только при самых таких скромных расчетах, чтобы только трубы купить необходимые, которые надо заменить, это порядка 300 километров водопроводных труб и порядка 250 километров канализационных труб. Сейчас мы об этом еще подробнее поговорим. Нам сообщают, что у нас есть первый телефонный звонок. Мы готовы его принять. Добрый вечер. Простите, чуть погромче говорите, пожалуйста, у вас очень плохо слышно в студии. Я живу на втором улице Павлодарской. И вот там вода, дождешься там минуту, наверное, сливать надо холодной водой. И потом, хотя в других районах у Ромцынка сразу кипяток идет. А вот именно наш дом смотрит долго. Спасибо. А, я так, насколько понимаю, этот вопрос по горячей воде, но, к сожалению, он немножко неверно адресован. Да? Ну, давайте поясню там. Нет. Наверное, по качеству воды, скорее всего, вопрос был, да? ТО Батус-Варнасу подает в город холодную воду. Но есть районы города, которые стец напрямую горячего водоснабжения не подается. То есть есть пункты подогрева воды, куда заходит холодная вода, которую мы подаем. И потом подогревается, и в последующем потом уже подается жителям домов. Но здесь момент касательно качества воды. Тут надо понимать, что вода греется в оборудовании, которые, как правило, те же теплообильники, это все металл. И та же коррозия, та же жавчина, тоже загрязнение может происходить там. Поэтому тут надо просто конкретно по каждому адресу выезжать и разбираться причину, почему горячая вода идет грязная. В общем, много таких жалоб поступает? Да. Вы сотрудничаете здесь постоянно? Ну, тут отрицать это смысла нету, да, периодически бывает. То есть по холодному водоснабжению основная причина, почему вода периодически идет с какими-то примесями, там, цвета, там, ржавая, бывает иногда черная, это, как правило, после проведения каких-либо ремонтных работ. То есть какой-то период времени, да? Да, это там, ну, закрыли, открыли, соответственно, это повышение. Огрышение давления, перепады давления, вся вот эта ржавчина, которая в трубах за эти все годы скопилась, она, соответственно, все начинает подниматься и попадает к конечному потребителю. Поэтому здесь пока, к сожалению, сказать, что там завтра, там, или через год мы эту проблему полностью устраним, я бы, я сказать, ну, не могу это, да, в принципе, никто такую гарантию не даст. Единственное, сейчас анализ по прошлому году делали, вот, по отдельным районам, сейчас в весенний период после, вот, прохождения паводка будут активно проводиться работы по промывке и дезинфекции. Ну, в весенний период это каждый год проводится? Ну, к сожалению, я, вот, с 18-го года практически эти работы не проводились. Вот тогда же. То есть прошлый год мы, в прошлый год мы эти работы делали, в 22-м году делали, но в недостаточном объеме получается, поэтому сейчас будем более... Ну, почему, в чем причина? Почему не проводились работы? Ну, я на этот вопрос ответить не могу, почему там, может быть, какая-то где-то упустила руководство, может быть, где-то специалисты не доглядели эти моменты, поэтому я-то в то время здесь не работал, поэтому говорить за тех людей, которые работали до меня, я как бы не могу, но фактически подняли журналы, все эти, эти работы практически не проводились. То есть локально где-то, когда проблемы возникали, делалось, но в целом профилактической работы по промывке сетей по всему городу, таких работ не проводилось, к сожалению. Если говорить о ремонте, помимо канализационно-ососных станций, что еще требует ремонта на сегодняшний день? То есть в первую очередь это инженерные сети, то есть это трубопроводы, холодное водоснабжение, канализационные коллектора. Там изношенность сколько составляет? По сетям у нас от 60 до 62%. Самые такие опасные участки? На сегодняшний день в первую очередь у нас в приоритете это магистральные коллектора. То есть вот ситуация в воскресенье, которая произошла в выходные дни, почему там так это вызвало резонанс? Потому что это магистральный коллектор. То есть на него, на эту насосную станцию сейчас у нас из-за того, что вторая, третья в ремонте, полностью весь город сливается именно на эту насосную станцию. И чтобы нам какие-то ремонтные работы проводить, пришлось отключать практически весь город. Какие-то районы остались, это старый аэропорт, там частично ремонт завод, там вода с пониженным давлением шла. Центральная часть города, Зачиган, Сдеркул, да, они сидели без воды на период производства работы. Поясните, пожалуйста, вот еще вот эта труба, которая вот по реке, Чиганка, что это? По самому видео, в принципе, там видно, что эта труба, она не действующая, она фактически лежит на дне реки. Сейчас в этом году просто уровень воды упал, поэтому она получается, как бы, ну, ее видно, там, и люди спокойно ходят. Труба, мы документацию поднимали, в 2016 году проводились ремонтные работы, менялись конвенционные коллектора от второй КНС. То есть это вот брошенная труба. То есть она уже несколько лет, она не эксплуатируется вообще? Она уже порядка 8 лет, она не эксплуатируется. Ну, там даже по внешнему виду ее видно, что это не... Она же должна быть отрезана полностью. Вот это другой вопрос, то, что по правилам вообще эта труба должна была в идеале демонтироваться. То есть, ну, судя по тому, что там вот вода оттуда выливается, идет и там с определенным давлением, где-то видно в камерах переключения оставили ее незаглушенной. И вода попадает в нее и, соответственно, потом выливается в ее. Сейчас по видеолабораторию взяли, пробы покажут, что за вода, откуда она берется. Ну, результаты не готовы еще? Нет, результаты на сегодняшний день еще нет. Ну, это тоже время занимает, там от двух до трех суток эта работа все проводится. Вообще, ранее были такие случаи, что выбросы были вот в реку? Ну, насколько я знаю, в прошлые годы были моменты, когда, да, там напорные коллектора порывы были, и приходилось, ну, вода, конвенционные стоки попадали в реку. Ну, в минимальном объеме, не менее, попадали они в это все. Дорогие зрители, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете присоединиться к нашей беседе, можете задать интересующий вас вопрос. Номер телефона 269077 и 8701-212-4242. Также вы можете написать там на WhatsApp, мы обязательно осветим вашу проблему, ваш вопрос. Итак, продолжим, Анар Абакенович. У меня такой вопрос, потребители на сегодняшний день, сколько у нас задолжали? Сколько у нас потребителей насчитывается? Их долг их сколько составляет? У нас на сегодняшний день 113 тысяч лицевых счетов, если брать по абонентам. А так численность города, по последним данным, то, что нам статистика давала, порядка 350 тысяч. По задолженности на 1 января этого года у нас задолженность населения перед нашим предприятием составляла где-то порядка 152 миллионов тиге. Как боретесь с должниками? Ну, бороться мы можем только в рамках того законодательства, который у нас сегодняшний день есть. Это исковые заявления, суды, нотариальные надписи, исполнительные листы. Потом уже судебные исполнители отрабатывают по взысканию. По частному сектору немножко ситуация проще. Там у нас есть возможность отключать абонентов. По многоэтажным жилым домам, сами понимаете, люди, которые должны, как правило, особо желанием не горят пускать в квартиру для того, чтобы мы отключили воду. Поэтому попадать туда очень проблематично. Очень много у нас на этой почве конфликтов. Поэтому стараемся этого избегать. Отрабатываем только в правовом поле. И уже юридическая служба свою работу там делает. А дальше уже по процедуре судебные исполнители сами уже там отрабатывают. Вот по поводу частного сектора у нас все еще возникают вопросы. Некоторые жители не имеют подведения воды в дом в частном секторе. И колонки у нас сегодня действуют на сегодняшний день? Да, колонки есть. В центральной части города несколько колонок стоит. В Деркуле у нас стоит. Они также на вашем балансе находятся? Да. Мы их обслуживаем. У нас на балансе есть. Планируется их демонтировать дальше? Или пока остаются они? Сейчас пока демонтируют. Людей без питьевой воды, без холодного водоснабжения оставлять тоже неправильно. Неправильно, но с учетом того, что практически везде по тем улицам, где колонки стоят, есть возможность подключаться к центральному водоснабжению. Сейчас летом будем проводить работы, чтобы люди, подключающие к центральному водоснабжению, может быть где-то будем тоже подключаться, предоставлять технику специалистам, чтобы помогали это все делать. Потому что колонки это постоянно, во-первых, антисанитария, как правило. Кроме того, жители, которые непосредственно живут около этих колонок постоянно, к нам тоже с жалобами обращаются, потому что приезжает транспорт, заправляют бочки, многие там устраивают мойки машин на самой колонке. То есть в будущем вы намерены демонтировать полностью? В идеале, конечно, если есть возможность подключиться и завести центральный водопровод в дом, то почему его не реализовать? Анар Бакенович, у нас подсказывает, что осталось у нас буквально пару минут. И вот у меня такой к вам вопрос остался. Вы говорите, что на сегодняшний день сеть у нас полностью почти изношенная. Мы знаем, что на протяжении многих лет до вас еще менялось, очень часто менялось руководство ТОО БАТО СОРНОСА. И получается так, что за это время практически у нас работа не проводилась. Ваше мнение, почему так получилось вообще? Почему на самом деле было такое, что работы не выполнялись? Или все-таки частично как-то? Или же сейчас именно подходит срок эксплуатации к самому концу, когда уже все, аварии повсеместно происходят? Ну, первый момент, то, что вот сделал даже анализ по тарифам, то, что происходило вот за последние там 10-15 лет. Ну, не 15, а 10 последних лет. Практически там, ну, тарифами, допустим, никто не занимался. Потому что агентства по регулированию естественной монополии компетенцией через тарифы тоже не просто так водили же. То есть, ну, определенные доработки были. В части даже тоже неисполнение ДНС-программы. Вот тоже со специалистами отрабатывали. В прошлом году, допустим, мы инвест-программу полностью практически выполнили. Там небольшое неисполнение было, но вот сейчас вот в мае месяце будем отчитываться. Там ОРМ уже там решение вынесет, будут нас наказывать за это или нет, посмотрим. Но неисполнение там очень такое незначительное. А в целом, почему вот сейчас на сегодняшний день такая ситуация сложилась? Ну, у нас в целом по стране такая ситуация. То есть, во всех сферах, если взять электроснабжение, теплоснабжение, дорожное строительство, гражданское строительство, везде такое... То есть, получается, сделаются уже... Наверное, в надежде на то, что там когда-то наши предки в советский период построили качество, наверное, пользуясь этим и думали, что это будет как бы там еще какое-то время позволит. А сейчас вот с учетом в свете того, что вот постоянно вот эти проблемы будоражат население, как бы, ну, создает существенный дискомфорт, потому что, ну, все мы тоже люди, как бы, хотим и той же водой помыться, и хотим, чтобы свет горел, и чтобы тепло дома было, и газ тот же, чтобы без отключений, без каких-то перебоев подавался. Поэтому сейчас, ну, над этим надо работать, и, в принципе, та работа, которая вот сейчас проводится уже на протяжении трех лет, то есть, надо тоже понимать, что не так просто взять там деньги, выделить, пойти сделать. То есть, это определенная подготовительная работа. То есть, это надо сначала обосновать, что действительно это необходимо сделать. И еще у меня вопрос. Сейчас у нас находится на управлении государства, да? Было такое, что в доверительном управлении находилось предприятие. Ваше мнение? Есть ли разница? Ну, лично мое мнение, такие предприятия должны быть в государственном, то есть, управлять должен государство в лице Акимата города, либо области. То есть, тот период, в который предприятие находилось в доверительном управлении, это 16-го года, насколько я знаю, передали под управление. Ну, раз, мое личное мнение, раз передали под управление, ну, надо и, соответственно, контролировать, как это управление происходит. Поэтому, в 2019 году, то решение, которое было принято Акима области на тот период, о том, чтобы расторгнуть договор доверительному управлению, вернуть его обратно в коммунальную собственность и под управление Акимата города, я считаю, что это правильно. И, в принципе, на сегодняшний день, если анализировать, опять же, прошлые годы, я думаю, какие-то все равно подвижки есть в этом плане. У нас и по аварийности сейчас меньше мы отключений производим, есть улучшение в плане обновления материально-технической базы, и с учетом тех проектов, которые сейчас уже в работе, активно как бы работаем над ними, я думаю, в течение ближайших 3-5 лет улучшения в городе будут очень значительные. Ну, что ж, Шанна Рубакинович, надеемся, что в будущем у нас будет все-таки меньше таких аварийных отключений, и водоснабжение у нас будет качественно. Спасибо, что вы пришли в нашу студию, спасибо, что на чистоту ответили на наши вопросы, дорогие зрители. На этом мы с вами прощаемся, всего вам доброго, и до встречи в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok